Добрый день дорогие подписчики и гости этого канала. В этом видео я решил провести небольшой опрос касательно игр с большим открытым мира, но также расскажу вам о своих наблюдениях и предпочтениях. А вы можете поддержать мои варианты или написать свои в комментариях под этим видео. И если вы еще не подписаны на мою группу вконтакте, подписывайтесь сейчас и посмотрите на очень перспективный и многообещающий проект Cold Story, о котором я расскажу отдельно в новом видео. Кстати, проекту жизненно необходим толковый аниматор. И если вы готовы попробовать, то пишите в сообщение группы разработчиков Frostbear. Все ссылки в описании. Итак, что же раздражает и разочаровывает в играх с открытым миром? Первое. Пустота. Можно встретить множество игр, где открытый мир скорее недочет, чем особенность. Ведь несмотря на огромные просторы, они совсем безжизнены. В лучшем случае там натыкана парочка деревьев и травка. Для сравнения можно взять какую-либо MMORPG. Например, сравнить Perfect World и World of Warcraft. В одном случае очень много простора и пустого места. В другом все достаточно проработано. Казалось бы, два большие гиганта, но уровень детализации совершенно разный. Поэтому, делая открытый мир, старайтесь хоть чем-то или кем-то его наполнить. Чтобы этот мир был живым, а не просто куском террейна. Второй пункт. Бесполезность. Пожалуй, это дополнение к первому пункту. Ведь одного оформления мало. Какой смысл в красивом и проработанном открытом мире, если там нечего делать? Впрочем, эта проблема легко решается добавлением туда различных квестов, разговаривающих НПС со своими уникальными диалогами, или интересные пасхалки и отсылки к другим играм. Кстати, последний вариант активно используется в играх серии Assassin's Creed. Третий пункт. Однообразие. Ещё одна наболевшая проблема открытых миров в играх – однообразие контента и похожесть одного края локации на другой. Конечно, стоит понимать, что делать большой открытый мир проработанным и функциональным уже очень непросто. А сделать его ещё и разнообразным стоит больших усилий, времени и нервов. Но, если вы не готовы на это пойти, то стоит ли делать игру с открытым миром? Разнообразить локации можно различными постройками, уникальностью рельефа, такой как речки, горы, особенные постройки и всё в таком духе. На словах это звучит просто, но по усилиям всё как раз наоборот. Пожалуй, это все вещи, которые раздражают в играх с открытым миром. Но прежде чем закончить, я хочу порекомендовать некоторые игры, на которые стоит взглянуть в плане открытости и проработанности мира и локаций. Сталкер. Очень достойный уровень функциональности мира. Детальностью особо не похвастается, но тем не менее, всё сделано на очень высоком уровне. Почти в любом уголке открытого мира вы сможете найти какого-либо НПС со своими уникальными квестами. Или найти что-нибудь интересное, например, артефакты, которые вы не найдёте в других местах. Minecraft. Отличный пример, где сочетаются все элементы. Разнообразие, хоть и не на высоте, но оно огромное. Функциональность также впечатляет, ведь каждый блок в каждом уголке мира имеет свои свойства и применение. Отличный пример, про который никогда не стоит забывать. World of Warcraft. Тут есть всё. Огромный проработанный мир, в котором можно что-то делать. И на который просто приятно смотреть. Каждый его уголок. В этой игре огромнейшее разнообразие. И помимо дизайна, там можно найти своих уникальных НПС со своими интересными квестами. Подобная наполненность этого игрового мира действительно заслуживает внимания, ведь это просто легендарный уровень. GTA V. Гигант, известный на весь мир. Стоит ли говорить больше? Watch Dogs. Не то чтобы он не нравился в плане разнообразия, но проработанность и функциональность также впечатляет. Assassin's Creed. Ещё один гигант, где сочетаются все три элемента. Особое внимание здесь уделено пасхалкам и отсылкам к другим играм. Поэтому если вы залезли в какой-то интересный такой уголок, то обязательно найдёте там что-то новенькое. Или по крайней мере что-то полезное. Far Cry. Не похвастается большим разнообразием, но проработанность той функциональностью более чем. Также я порекомендовал бы The Elder Scrolls Skyrim и вообще игры серии The Elder Scrolls. Однако чем больше играешь в эту игру, тем больше замечаешь такие вот шаблонные локации. Практически с одинаковыми квестами. И это действительно очень разочаровывает. Что ж, на этом я заканчиваю это видео. Подписывайтесь и ставьте лайк, если оно оказалось для вас интересным или полезным. Делитесь видео со своими друзьями и участвуйте в опросе. Будет достаточно интересно узнать, что же на самом деле раздражает игроков в играх с открытым миром. Ведь эта информация поможет очень многим разработчикам сделать свои игры намного лучше и интереснее. С вами был Арталаски и я с вами не прощаюсь, а приглашаю посмотреть другие мои видеоролики. Субтитры создавал DimaTorzok